И уразумели уже, что мы будем Вашей похвалою, равной и Вы нашою, в день Господа нашего Иисуса Христа. Это вот сегодня, повторяю, в православных храмах на литургии было прочитано. Ну, как обычно, спиной к народу, далеко. А вот я считаю по-русски лицом к народу. Но, и что понятно, растолкование, да еще и приблизить надо конкретной обстановке. Вы отчасти уразумели, то есть, ему, Павлу, было открыто, мы тоже не знаем полностью или нет. Но они, отступая от Павла и вернувшись снова, поняли отчасти, что наступит судный день, это день Господа называется. И тогда, каждому будет похвала за дела его или осуждение. И вот будет какая-то похвала за то, что мы знали друг с другом. Какую пользу мы друг другу приносили. Как мы хвалились один другим. И апостол Павел говорит, вы уже начали понимать, что в судный день я буду хвалиться вами, что вы услышали, приняли. Это тоже от вас зависело. Хотя все, благодать от Бога, но вы могли и не прийти на эти занятия. Вы могли мимо пройти. Значит, я получу награду за вас, что вы обратились. У меня обязательно будет награда, Павел говорит. А вам будет награда за меня, что вы меня на руках молитвы несли, поили, кормили, заботились. Мы друг для друга сплетаем венцы. Вот что надо помнить. Когда говорят о блудном сыне, всегда подчеркивает радость, какая была в доме. Вот он вернулся, ему новые сапоги дали, у него новая рубашка, все, новая одежда. А радость отца кто может высказать? Что он стоял и ждал, увидел его издали. Ему никто не говорил, что смотри, там на горизонте точка растет. Уж не сын ли твой? Нет. Он никому не доверял, как бы ни просмотрели. Вот так и Господь смотрел, искал и наконец нас нашел. Мы будем похвалоя для Павла. Мы будем радостью для нашего Господа, а он нашей радостью. Вот что надо еще помнить. Что такое похвала? Если мы будем похвалоя для Господа и друг для друга, это мы узнали, теперь надо найти эту похвалу и принять ее. И если она дается не даром добыть ее, чтобы действительно эти слова исполнились на нас. Что я нашел из Священного Писания? Сирахов 11.25 Богат ли кто и славен, и лебеден? Смотрите, какие категории людей. Но похвала его у богатого, у бедного, у возвышенного, у нищего – страх Господень. Вот с этой похвалой мы будем трудиться. Имеющий страх Божий, Библию не исказит. Он не будет смотреть, как о нем высший смотрит епископ. Он будет говорить правду, как пророк Михея, сын Иемлая. И слушатели, они не будут только ласкать. Батюшка сказал, батюшка, на каждом шагу бросьте это. Господь осудил, говорит, славу друг от друга ищут, от единого Бога не ищут. От Бога надо искать. А что обо мне думает священник? Да он такой же, как все люди смертные. Похвала от него тогда заслуженная будет, когда она будет от Господа исходить. А если не от Господа, эта похвала может послужить в погибель. Значит, похвала для всех слоев населения, для любого возраста – страх Божий. Я обращаюсь особо к родителям. Привейте детям страх Божий. Отец и мать, им расскажите грех и ад, чтобы они знали, больше их ничто не удержит. Они сами все время не будут. Они будут учиться, уедут, сыновьям в армию служить, выйдут замуж, страха Божия не будет, ничего не будет. Сегодня с женами, с любыми поговори, которые уже развелись, она говорит о том, что страха у нее не было, я вела себя совсем неправильно. И муж, который где-то уже не первый срок отбывает, страха Божия не было. Я очень проказный был, а потом я родителей не слушал. Я все делал по-своему, работать не хотел, но теперь видишь, где я нахожусь. Теперь приходится пахать там. Серахов 28.18 Если мудрое слово услышит разумный, то он похвалит его и приложит к себе, а легкомысленный бросит за себя похвала так, что мы слово Божие будем отличать от человеческого. И похвалим его. Сегодня я слышал из слова Божие. Павел говорил к Коринфянам, что мы будем похвалоя друг для друга. Или позором. Написано бесчестно, наглая дочь позорит отца. Ничто так не позорит, даже сын, как дочь. Смотри, следи за дочерью, чтобы она тебя не взяла по смеяниям в городе, при вратах города. Серахов 51.22 Похвалимся именем Господнем, что мы знаем Бога и знаем Его имя, наш Бог Иегова. Это так странно звучит у православных, что мы можем произносить это имя. Я постоянно напоминаю, всюду и везде говорите, что вы знаете имя нашего Бога и Иегова, то есть сущий, нестареющий, вечный, безначальный, единосущный Ему Сын, равный Отцу. Так что похвала – это хвалиться именем Господнем, что ты его знаешь. Савит 12.7 О делах Божиих объявлять похвально. А что ты будешь объявлять, если ты не знаешь Слово Божие? А ты сразу скажи, дела Божие такие были шесть дней, и Он сотворил мир. Седьмой день – Святая Суббота Господу. Она прообразовала будущий покой Божий, когда Он выйдет из Крисподней. На воскресенье показывала. Я знаю, как был мир сотворенный, как совершилось грехопадение, как Бог обещал пришествие семени жены, которая разможит голову змею. Я это знаю. Хвалящийся – хвались, что знает Господа, и о делах Его объявлять похвально. Дела Божие. Как Бог наводит казни, войны, революции, как люди начинают Бога искать, похвально об этом говорить. А для этого нужно знать и историю библейскую, исполнение пророчеств. Вот один стих, и тогда будет похвала, как хорошо мы что с тобой встретились. И ты хорошо сделал, что принял тогда. Помнишь, меня никто не принял, я стоял на паперке один, мы незнакомый город приехали, и вдруг услышали Юрий Слово Божие. Одни нас стали выталкивать, а другие подошли к себе, пригласили. Они обратились к Богу. Какие вы счастливцы. В вашем доме теперь церковь. Первое послание Петра 1.7. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее золота к похвале в явлении Иисуса Христа. Значит, речь идет о вере, проверенной испытаниями, скорбями, болезнями, несчастьями, чтобы никогда ты не возраптал. Я знаю это от Бога, я в это верю. Мой Бог посылает самое необходимое. И что сектанты возникли, это промысел Божий. Что мусульмане есть, что евреи не покорились о Христу, это промысел Божий во всем, чтобы нас побудить крепче держаться. Если они отломились неверием евреев, а ты держишься верой, что? Да они жиды, да нет. Написано бойся, бойся. Если Бог не пощадил евреев, избранный народ, то пощадить ли тебя, когда ты нарушение нарушение делаешь? Вот Павел говорит, как надо рассуждать. Они живым памятником. Сейчас памятники лень, но везде ломать не надо. Не знаю. Памятник напоминает о безумстве их, чтобы мы все время видели и вспоминали. Переименовать улицы надо. Может быть и надо, я тоже не знаю. Но я только знаю, что эта улица напоминает сегодня о безумстве в величайшем 20-те тысячелетия. Она каждый раз напоминает. И это промысел Божий. Римлянам 2.24 И обрезание, Павел говорит, то, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, а от Бога. Ну, понимаем, что в духовном плане это крещение. И когда духовно человек обрезан, от всех злых дел отстал, ему будет похвала от Бога. Если ты так другого научил. Наши ближние отступили от зла ради веры во Христа. И в святом крещении все это омыто. И мы начали говорить об обрезании, то есть о крещении. И везде строят купели. Какая будет похвала от Господа? Что мы к первой истоку все возвращаем. Мы будем похвалой для тех, кто принял. А они нам похвалой, что услышали и приняли. Римлянам 13.3 Делай добро и получишь похвалу от власти. Вот и власть. Если мы людей учим покорять вся власть, получим похвалу уже от Бога. Я отвечаю на вопрос сегодня. Как установить прочный мир? Вот сейчас понимают, исламизация идет. И лет через 50 здесь, говорит, будет московский халифат. Одна из эпархий мусульман. Вполне может быть. Что нужно сделать? Как? Я могу дать ответ только по Слову Божию. По Слову Божию и так. Мусульман совсем не знакомятся с Кораном. Потому что там говорится многократно, убивай неверных нас. Иначе они будут убивать. А православных наоборот надо учить. Чтобы все знали Библию, они не будут убивать. И тогда будет мирно. Чтобы не брали оружие в руки. Ну а если они будут своих хорошо учить, побьют, тогда нас, мы пойдем в рай раньше их. Вот и все. И опять будет мир, потому что они одни останутся. Выход только один наш. Нам не отступить от Бога. А остальное пусть Господь сам рассмотрит. Жить нам или не жить. 1 Коринфянам 4.5 Придет Господь и осветит скрытое во мраке. И тогда, подчеркиваю слово, тогда каждому будет похвала от Бога. Я постоянно говорю, что канонизация это беззаконие. Вот канонизирует. Это совершенное незнание слова Божия. Христа нету. Пытается осветить. Специальное правило сейчас печатает везде. По каким принципам надо хоронить. Какие рамки. То есть придумывает. Ну обязательно нужно сказать, что перед смертью он молился за врагов. Говорит, это как всегда. А хотя он не молился. Ему просто сзади ударили, он не молился. Ну без этого нельзя. Стандартно они все похожие где-то. Да ты не знаешь, даже его убили за Христа или нет. Похвала будет от Бога в судный день. И вот тогда будет выявлено, что не зря ли мы с вами встретились друг с другом. Какую помощь оказали один другому, чтобы мы попали в Царство Небесное. 2 Коринфянам 1.12. Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы жили у вас в простоте и богоугодной искренности. Похвала сия, что есть свидетельство совести нашей. Постоянно обращайтесь в совести. Если совесть не судит, ты поступаешь правильно, тем более. А если она не судит по той причине, что сгорела уже, сожженная совесть, тогда это беда. Похвала, что мы жили искренне, не лукавили, по за глаза друг друга не судили. Мы жили у вас, Павел говорит, для вашей радости. Нам есть что вспомнить. Я повторяю, что, может быть, это один из последних дней, когда мы встречаемся. Ничего здесь не будет. Зарвут, сожгут, нас не будет. Но память останется. Как нам было здесь хорошо. Как мы слышали Слово Божие, как шли занятия, как братья и сестры и шли на благовестие. Как мы знали наш дух каждого в богоугодной искренности. Я не могу сказать, а кто самый лукавый у вас? Я не могу этого сказать. Может, я не все знаю, батюшка только знает, но мне кажется, у нас все настолько искренние, открытые, все заявляют, бегут на помощь. Это Господь шлипует, ощущает нас через Слово Своем. И тогда будет похвала. Второе Коринфам 7.14. Я, говорит, перед Титом, чтобы не был подстремлен, и похвала наша не оказалась тщетной, но истинной. То есть я вами похвалился, а кто-то пришел, приехал сюда и посмотрел, хвалить-то вас не за что. Вот у вас то непорядок и то. Поэтому будьте внимательны, когда люди к нам приезжают. Все у нас хорошо. Приехали, посмотрели, говорят, а ваши люди так кланяются-то и не умеют. А я стою спиной и не вижу, говорят, кланяются, как попало. Одновременно кланяйтесь, четко совершайте крестное знамение. Это еще не спасение, но без этого нельзя. И поклон, если спина позволяет, чтобы хрустел позвоночник. Это я делаю для Бога. Чтобы мы вами похвалились не зря, мы говорим, вот Бог ощущает через Слово. Какое ощущает? Они озавариваются, буянят, чтобы нигде у нас Слово никто не мог сказать худого. К Филиппийцам 11, что вы исполнены плодов праведности Иисусом Христом, славу и похвалу Божию. Опять же говорится о плодах. Плоды – это действия и днем, и ночью. Это пост, молитва, милосердие, милостыня. Слово Божие, изучение, проповедь. Филиппийцам 1, 26. «Дабы похвала вашего Иисусе Христе умножалась через меня, когда его посадили, Павла». Касается не Павла только, но и каждого из нас. Чтобы люди, слышащие о нашей общине, могли сказать, действительно, живое Слово людей преображает. Ведите себя очень спокойно. Не по-вашему. Сопротивляется. Сотвори молитву. Постой. Может быть, надо отойти, ничего не говорить. Закрой глаза, помолись. И после этого отвечает. Явно, что он не прав. Но ты-то не прав будешь, если не покажешь лицо Господне. Филиппийцам 2, 16. «Содержа слово жизни, священное Писание, к похвале моей в день Христов, что я нещетно подвязался и нещетно трудился». Я хочу обратить вот эти слова к себе. Я очень много вам говорил о Слове Божьем. Даже написал. Даже книги Бог позволил издать. Несчетно ли я трудился среди вас? Насколько изменения у вас произошли? Как видят ли это родные, дети, близкие, соседи? И Павел говорит, чтобы вы содержали слово жизни, вы исполняли к моей похвале, что я посеял и теперь колосится уже. Растет, что сорняк цвета не заглушил, что я не напрасно трудился. Ведь я так стараюсь, так хочу, а уж как получилось. Я все время жду изменения. Ну поймут же это. Ну не могут они этого не понять. Потому что еще дома открывайте Слово Божие. Филиппинсам 4,8. Мы должны помышлять о том, что есть похвала. А чтобы знать и помышлять, надо смотреть в Слово Божие. Что есть похвала? На первом месте признание Христа Спасителя. Что Он истинный Бог. Бог и Сын Божий. И Он возлюбил людей и сошел на землю. И всем говорит. Он пролил за каждого из нас свою причистую кровь. Помышляйте об этом. Люди погибают и не знают. Миллиарды людей еще не знают Христа. Ищите, каким путем подойти к Нему. Не получается, отойди помолись. Бывает одно незначительное слово сказанное, и человек обратится. Вот нам одна сестра ходит, ее мать тоже. Она, я говорил уже, ну, никак не обратилась. А приехал у меня брат с Новосибирска, верующий брат. И он говорит. А почему написано, что печать на лоб ставить и на руку? Да я как-то не думала. Да потому, Ефрем Сирин говорит, чтобы не мог совершить крестное знамение. А у бактиста-то его нету. Так у меня еще печать, я не знаю, а может и совершить. Она совершила. Совершила. Ну тогда печати у тебя нет, тебе у бактистов и делать нечего. Переходи. Она та перешла. Доказательство-то какое. Моя мать пятидесятникам говорила, она ничего не знает. А он говорит там возвышенные такие языки. Она говорит, ты бы выучил достойный Богородицу. Он ее не знает. И он остановился и не знает, что сказать. Бывает такое простое слово, и оно тронет человека. Павел говорит, кто наша надежда или радость? Кто наша похвала? Не и вы ли пред Господом Иисусом в день пришествия Его? Какой? Не. Потом и стоит предлог «вы». Стой-ка в одном месте, я нашел, что так говорят. То есть другие, но среди других и мы будем похвалой и для апостола Павла. Слово Его живо. Бог сделал так, что большая часть посланий, мы так думаем, сохранилась. Бог дал прекрасных переводчиков на русский язык. Побудил сенот православный издать. Как мы рады этому должны быть. И это должно быть в похвалу им. Мы их должны помнить и мысленно говорить, Господи, «Ты возник таких знатоков еврейского языка, как крещённый еврей Хвольсон, он всё это перевёл, Саваитов, Макарий, Архимандрит, воздай милостями Твоими». А они, может, о нас молятся, Господи, слово, которое мы перевели уже столько лет, а эти языки-то меняются. И застыл язык на одном месте, он немного изменился-то. Да будут они похвалою нашим. Итак, апостол Павел говорит, что если вы понимаете то, что я вам сказал, вы только отчасти этого разумели, что мы будем похвалоить друг для друга перед Христом. А в вечности, на суде, поймём это окончательно. Потому что всю славу, которую мы получили от Бога, мы воздадим Ему, снимем венцы с себя и гусли, и положим к ногам нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь.